Если взять ключевые возможные опасности, в первую очередь, это, конечно, энергетика. Способно ли сегодняшнее правительство обеспечить плановое, спокойное прохождение отопительного сезона, уберечь страну от каких-то катаклизмов, каких-то аномальных, когда, не дай бог, будет аномальная холода или еще что-то? Сегодня мы этого не видим, потому что и в ресурсной базе, и в коррупции, и вообще в элементарном порядке составления топливного баланса, мы видим очень большую угрозу и большие опасности. Вторая опасность криминогенна. Все уже знают, что у нас резкий рост преступлений в стране. И по разным направлениям признают все, способно ли сегодняшнее правительство овладеть этой ситуацией, вывести профессиональных полицейских, обеспечить защищенность людям и навести порядок. Но здесь нужно добавить, что этому правительству... Вы на примере своего канала это видите. Вы на примере своего канала это видите, как это все происходило у вас. И такие же, к сожалению, страшные вещи происходят во многом по стране, во всех регионах. Продовольственная безопасность. Когда сегодня вот такое отношение к малым фермерским хозяйствам, и когда идет, прямо скажем, обман общества в части субсидий селу, когда идет явное лоббирование и поддержка крупных холдингов, а фермеры, которые являются основой села, основой любой деревни, любого села, они обречены на... остались без поддержки государства, это тоже большая проблема. И мы видим, что там тоже есть опасность, что правительство не справится. Поэтому я бы сказал так, еще раз подводя итоги, с моей точки зрения. У нас были ожидания, что правительство займется, предметно займется, в прикладном плане экономикой. Они не оправдались. Очень много заявлений, обещаний, с дополнительных офисов, тарифов. И, к сожалению, очень мало практических дел, которые опробованы во всем мире, и которые действительно дают толчок экономике любой страны и выводят ее вперед. Вперед!